Если у вас Библии с собой, откройте их. Мы сегодня займемся одной темой, которая бросит вам вызов, возможно, даже немного расстроит. Если вы этого не понимаете, то, возможно, неверно толкуете Библию. Мы будем разбирать эту тему строчкой за строчкой. Будем делать акцент на том и на этом. Где-то акцент сделаем еще сильнее. Пройдем дальше, потом снова сделаем акцент. Потому что, когда я это говорю, многие люди не верят. Скорее всего, с вами будет так же, как было со мной. Много времени я провел, не понимая многое из того, что Иисус сказал в Евангелии, потому что я не знал или не понимал, что крест, это великий разделитель в истории. Крест — это великий разделитель. И он есть то, что мы должны оценить. То, что мы должны рассматривать снова и снова, с тем, чтобы верно усвоить концепцию того, что Иисус сказал, с кем Он говорил и когда Он это говорил. нам необходимо убедиться в том, что мы не толкуем то, что предназначено для других, как предназначено для нас, чтобы нам не получить неверного истолкования всего. Давайте-ка начнем вот с чего. Если вы помните, я просил вас обратиться к первой главе Евангелия от Матфея, и я прошу вас сделать это снова. Откройте первую главу Евангелия от Матфея. Найдите страницу, где написано «Новый Завет», Ну что, нашли? Нашли место, где сказано «Новый Завет»? Хорошо. Итак, перед первой главой Евангелия от Матфея есть страница, которая отделяет книгу Малахии от Евангелия от Матфея. Что написано на этой странице? Новый Завет. Хорошо. Так напечатаны все Библии на планете, не так ли? Автоматически это дает вам понять, что то, чем я скоро поделюсь с вами, будет в полном согласии с тем, что сказано в каждой Библии на этой планете. Держите это в уме. Помните, что то, о чем будет говориться, соответствует сказанному в Библии, а там сказано «Новый Завет». Эта страница отделяет Ветхий Завет от Нового. И всю свою жизнь, видя эту разделяющую страницу, вы автоматически приходили к выводу о том, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, верно? С Евангелия от Матфея и дальше. Дамы и господа, начиная с сегодняшнего дня, я буду излагать крайние взгляды. «Я буду крайне радикальным». «Я буду...» В общем, этими двумя словами я дал точную характеристику того, что буду говорить. «Я вам это докажу и прошу вас отойти от своего религиозного мышления и слушать меня. Я не сошел с ума. Я в здравом уме. Я не обьется цветной капустой». Нет. Я скажу вам истину и хочу, чтобы вы сами увидели ее. После сказанного, давайте откроем послание к евреям, 9 главу, 16 стих. Послание к евреям, 9 глава, 16 стих. Открыли 9 главу, послание к евреям. Хорошо. Теперь давайте я найду эту главу. Давайте прочтем 16 стих вместе. Готовы? Читаем. Пока остановимся. Мы понимаем, что для того, чтобы завещание вошло в силу, первое, что должно произойти, чтобы вы получили то, что содержится в этом завещании, или завете, это смерть завещателя. Церковь. Вот это оно и есть. Вначале завещатель должен умереть, а иначе без его смерти вы не сможете законно получить содержащиеся в завещании. Так? Значит, согласно тому, что вы только что прочитали, прочтем 16 стих еще раз. Готовы? Читайте. Читайте. Прочтите следующий стих. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Прочтите последнюю часть. Оно не имеет силы. Когда завещатель жив, то завещание или завет вообще не имеет никакой силы, верно? Давайте подойдем к сути. Я пишу завещание, и в нем я оставляю такому-то это, это и это. Я кладу куда-то это завещание, потому что пока я жив, оно не имеет силы. Никто по нему не может ничего получить, потому что я еще жив. Силы оно никакой не имеет, потому что я еще жив. Где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Таким образом, вот что у вас есть. Вернитесь к Евангелию от Матфея. Я не хочу называть это Матфея, но... Мы считаем, что Евангелие от Матфея это начало Нового Завета, верно? Однако же в Евангелии от Матфея мы не видим смерть Иисуса. Там мы видим его рождение. Не рождение Иисуса Христа изменило наши жизни. Ни рождение Иисуса Христа привело в действие Новый Завет. Не рождение Иисуса изменило наши жизни, а его смерть. Вы спасены, вы рождены свыше сегодня, и у вас есть доступ к Новому Завету не по причине рождения Иисуса, но по причине его чего? Дет. Все, к чему мы имеем доступ сегодня, мы имеем доступ не по причине рождения Иисуса, но по причине его чего? Дет. Мы исцелены, мы избавлены, мы получили свободу, мы стали целостными, мы праведны перед Богом, мы освящены, мы искуплены, мы имеем мудрость не по причине рождения Иисуса, но по причине его чего? Без его смерти мы ничего из Нового Завета не получили бы, верно? Раз Новый Завет не вступил в силу до смерти Иисуса, вы сами можете завершить фразу. Вы знаете, что я скажу. Раз Новый Завет не вступил в силу до смерти Иисуса, дамы и господа, то какое событие открыло новую эру? Смерть Иисуса, а не Его рождение. Она инициировала Новый Завет. Смерть Иисуса, а не Его рождение, положила начало Новому Завету. Смерть Иисуса, а не Его рождение, положило начало Новому Завету. Вот что я вам скажу. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Я ничего не пропустил. Их четыре. Это не Новый Завет. Да, но, брат, Доллар, в Библии есть титульный лист, на котором написано Новый Завет, а затем идут Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки. Нет, нет, нет. Давайте я вам что-то объясню. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Это Евангелие. Это благая весть о том, что происходило с Иисусом Христом. Однако же они не являются началом Нового Завета, по которому мы живем. Откройте четвертую главу Послания к Галатам. Давайте я вам что-то покажу. Послание к Галатам, четвертая глава. Нам что, выбросить эти Евангелия? Нет, нет, нет. Просто я хочу показать вам значимые моменты, которые помогут вам в правильном толковании Библии. Послание к Галатам, четвертая глава. И прочтем четвертые и пятые стихи. Если вы там, скажите «Аминь». Давайте прочтем четвертый стих вместе. Готовы? Читаем. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Прочтем этот стих в расширенном переводе. «Но когда полностью пришло надлежащее время, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился постановлениям закона». Это означает, что новая эра не началась с рождением Иисуса. Послушайте, что тут сказано. «Родившись, Иисус подчинился закону». «Родившись, Иисус подчинился закону». «Иисус родился как пророк, который жил по закону Моисееву, подчиняясь ему». «Закон был дан еврейскому народу, а Иисус, родившись, подчинился закону». Пятый стих. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Итак, Иисус, повторим это снова. Иисус подчинился закону. Для какой цели? Хорошо. А кто был под законом? Еврейский народ. Иисус родился под законом, как еврей, для того, чтобы искупить евреев из-под закона. И Он захотел привести их в Новый Завет, который был распространен и на язычников. Язычники никогда не удостоились чести, чтобы закон был распространен и на них. Вот что было распространено на язычников. Новый Завет. Бог распространил Новый Завет на язычников с тем, чтобы возбудить ревность в евреях, чтобы помочь им исполнить цели скупления от закона. Вам понятно, что я говорю? Бог говорит, «Я дам Новый Завет язычникам, и они будут действовать таким образом, что это возбудит в евреях ревность. И у евреев появится мотивация выйти из-под закона, когда они увидят жизнь язычников при Новом Завете. Однако же, язычники не знают, что им делать в Новом Завете. Поэтому у евреев нет мотивации выходить из-под закона, потому что язычники хотят войти под то, ради чего Иисус умер, чтобы избавить от этого евреев». Все понятно. Итак, вопрос в том, начинается ли Новый Завет с первой главы Евангелия от Матфея? Начинается ли эра Нового Завета с Иисуса в колыбели? И ответ на оба вопроса — нет. Нет. Скажите, великое разделение. «Скажите еще раз». Послание Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. «Иисус родился под законом, и все окружавшие Его люди были все еще под законом. Иисус родился под законом, и все окружавшие Иисуса родились под законом. Иисус родился под законом, и все окружавшие Иисуса были под законом. Иисус родился под законом, и все окружавшие Иисуса были под законом. Поэтому, когда вы начинаете читать об Иисусе, читать Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, вы читаете об Иисусе, который родился под законом, об Иисусе, посланном к тем, кто был под законом, об Иисусе, который родился под законом, об Иисусе, посланном к тем, кто был под законом, чтобы избавить находившийся под законом от закона. Таким образом, в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, вы обнаружите два служения Иисуса. Два служения Иисуса. Первое. Первое служение Иисуса — открыть людям истинный дух закона. Открыть евреям, которые были под законом, истинный дух закона. Цель Иисуса. Конечно, вы прочтете в пятой главе Евангелия от Матфея, «Не думайте, что я пришел нарушить закон». Или пророков, «Не нарушить пришел я, но исполнить». С тем, чтобы вам не пришлось иметь дело с законом Моисея. Вот такой пример. Например, зимние Олимпийские игры, и на них подготовлен огромный, очень крутой спуск, который убьет любого, кто попытается по нему съехать. Иисус приходит на землю и говорит, «Я это сделаю». Он успешно спускается по этому склону, но говорит, «Не съезжайте по этому спуску, потому что Он убьет вас. Я это сделал для того, чтобы вы не делали». Иисус приходит и говорит, «Я успешно исполнил весь закон, и Я сделал это не для того, чтобы вы, пойдя по Моим стопам, сказали, «И Я смогу». Но Я это сделал, чтобы вам не пришлось этого делать». Вы следите за ходом Моей мысли. «Я это сделал, чтобы вам не пришлось этого делать. И Я пришел, чтобы показать вам лучший путь». Я пришел избавить вас от закона. Я пришел и исполнил закон, чтобы избавить вас от него. Вот что сделал Иисус. Его служение заключается в следующем. «Я хочу показать вам истинный дух закона». Закон дан для того, чтобы показать вам предел ваших возможностей. Закон дан для того, чтобы возбудить в вас чувство вины и осуждения. Закон был дан для того, чтобы вы признали, что этот закон, хотя он и совершенен, был дан не для того, чтобы сделать совершенными вас. Хотя этот закон свят, он был дан не для того, чтобы сделать святыми вас. Итак, хотя закон совершенен, свят и праведен, он был дан не для того, чтобы сделать совершенным, святым и праведным человека. Если бы праведность была от закона, тогда был бы закон праведности. Вот что говорит Иисус У меня есть для вас лучший путь Закон дан для того, чтобы положить конец вашим собственным усилиям Закон дан для того, чтобы положить конец вашим трудам Закон дан для того, чтобы положить конец вашим делам Закон был дан для того, чтобы вы пришли к выводу Мне необходим Иисус Мне необходим Иисус Сам я все это исполнить не могу Мне необходим Спаситель Вы видите, как Иисус исполняет это служение Говорит и делает многое для того, чтобы убедить евреев, находившихся под законом в том Что им не надо больше находиться под законом И показать им истинный дух закона Итак, это первое служение Иисуса Которое вы увидите, читая Евангелие от Матфея От Марка, от Луки и от Иоанна Но есть и второе его служение Которое вы увидите Второе служение Иисуса Предвозвестить об этом лучшем пути Второе служение Иисуса Подготовить путь для этого Нового Завета Подготовить людей к новому грядущему пути Вы слышите, как Иисус говорит о законе И приводит их к пониманию о том, что Он им больше не нужен Что пришел Спаситель и исполнил то, что они сделать не могли И затем, прямо посреди грешников Иисус стал пророчески провозглашать о том, что грядет Относительно этого нового пути жизни Относительно этого Нового Завета По большей части Иисус говорит с евреями, живущими под законом И пришедший исполнит закон, как никто на земле Имеет право учить их о нем Далее Иисус говорит «Доколе не придет небо и земля Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона Пока не исполнится все То есть, Он говорит Этот закон будет продолжать действовать, как детоводитель И приводить людей к пониманию того, что им необходим Спаситель Если вам это понятно, скажите «Аминь» Всем это понятно Таким образом Новый путь Божий не пришел при рождении Но Новый Завет вступил в действие спустя 33 года после смерти Иисуса Новый Завет вступил в действие через 33 года Так что мы имеем здесь, в этих Евангелиях? В них происходят могущественные вещи Мы имеем могущественные истины Однако, необходимо знать, как читать эти Евангелия И понимать, что в них Предвозвещение о грядущем Новом Завете Необходимо помнить, что закон дан через Моисея Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа Надо видеть все эти истины, которые говорил Иисус Предвозвещая приход Нового Завета Также надо разобраться и с другой частью Где Иисус говорит Если правая твоя рука соблазняет тебя Отсеки ее и брось от себя Сказано ли это для нас сегодня? Как нам толковать эти слова? Как нам их понимать? Толковать ли нам их буквально? Или же понимая, что это гипербола? Понимать ли нам эти слова так, как я только что описал? Что Иисус говорит эти слова людям, находящимся под законом? Вы видите, насказанное в Евангелии, можно смотреть с разных точек зрения И если вы будете смотреть с неверной точки зрения Впадете в заблуждение Вы пойдете неверным путем Потому что вы взяли что-то вне контекста Не поняли истинного значения служения Иисуса В результате Вы оказались в эмоциональном тупике Да как мне вообще исполнить все это? Мы рассмотрим различные аспекты в этих Евангелиях И это сильное утверждение Сильное В этих Евангелиях вы услышите такие вещи, как Если вы не простите других людей, Бог не простит вас Так написано в Евангелиях, но это утверждение не является частью Нового Завета В Новом Завете сказано Бог простил вас И не на основании того, что сделали вы В теле Христовом, в церкви, происходила путаница Потому что мы проповедовали и говорили Если ты не простишь брата своего, то и Бог не простит тебя Это так и было Когда Иисус обращался к людям, состоящим под законом В котором у человека была часть У Бога была часть Прощай брата своего, а иначе Бог не сможет простить тебя Поэтому, зная, к кому обращены эти слова Вам понятно их значение Но если у вас есть понимание Нового Завета Вам ясно, что в нем Бог говорит Я убрал тебя из этого уравнения То, что делаешь ты, не определяет то, что делаю я Я уже решил и поклялся собой, что прощу тебя И это не основано на том, что делаешь ты Это мощная истина При этом всякое решение, принятое вами, имеет последствия в видимом мире Конечно, у вас будет стресс, будет беспокойство и все прочее Если вы не прощаете людей Всякий грех, который вы совершаете, несет в себе последствия Он имеет неизбежные последствия Не бывает греха без неизбежных последствий Не бывает решений без последствий Никто в этой церкви никогда не говорит Делай, что вздумается и ни о чем не беспокойся Нет Любое неверное, любое неразумное решение Любое решение согрешить Будет иметь неизбежные последствия При этом все, что вы делаете Любое ваше решение Не в силах изменить то, что Бог поклялся сделать Всем понятно, о чем я говорю Бог так благ Никогда не думайте о Боге так Будто Он может солгать самому себе Никогда у вас не будет возможности сделать так Что Бог пойдет против того, что обещал вам Никогда у вас не будет возможности сделать так Что Бог изольет на вас свой гнев Никогда у вас не будет возможности сделать так Что Бог скажет Больше я тебя не прощу Больше у вас этой возможности нет Бог сказал Я заключу с вами не такой завет, как прежде когда у вас была часть, и если вы не исполняли ее, я должен был пренебречь вами. Я заключу с вами не такой завет, когда то, что вы делаете, определяет то, что сделаю я. В этом завете я поклялся самим собой. Я дал обещание самому себе. И ваша неверность никогда не остановит мою верность. Господь сказал мне уделить время объяснению, потому что люди забывают о великой силе этого завета. И знаете, в чем сила этого нового завета? Его великая сила состоит в том, что Бог убрал человека из этого уравнения, и Он прощает вас. Он милостив к вам, грехов и беззаконий ваших, Он больше не вспомнит. Как это сильно! Да, вы можете принимать решение грешить, но тогда вы попадете на небеса намного раньше, чем должны были, потому что у всякого решения есть последствия. Нет, нет такого, что «Теперь у нас Новый Завет, делаем, что хотим». Но всегда помните, у любого греха и у любого плохого решения всегда, неизбежно, будут последствия. Истина Креста — это великий разделитель между законом Моисея и Новым Заветом. Такова истина Креста. Она — великий разделитель между законом и Новым Заветом. В свете Великого Разделителя, Креста, как нам понимать учение Иисуса? В свете этого Великого Разделителя, Креста, отделяющего закон от Нового Завета, мы понимаем, что учение Иисуса по-прежнему в той части Креста, где был закон. Только после Его смерти мы оказываемся по другую сторону Креста, где Новый Завет. Как нам смотреть на учение Иисуса? Как нам понимать Его учение теперь, когда мы понимаем, что Крест — это великий разделитель? В служении Иисуса сфокусируйтесь на двух этих конкретных аспектах. Я напомню, второй аспект — это пророчество о новом грядущем пути, о пути, свободном от правил и постановлении религии. Иисус говорил о системе веры, основанной на благодати, когда мы обладаем возможностью взывать «Авва Отчи». Это второе служение включает в себя концепции света, любви и новой жизни. Но мы никак не можем игнорировать это первое служение Иисуса, просветить всех окружавших Его о Духе Закона. Если два этих служения вы вложите в свое мышление, то, читая Евангелие, начнете видеть все очень ясно. Вы можете подумать, «Ну а что, это так важно?» Давайте откроем пятую главу Евангелия от Матфея, и я покажу вам, почему это так важно. Если у вас не будет понимания об этой разделительной линии, то вы закончите тем, что будете разбавлять очень важные места Писания, которые мы знаем. Евангелие от Матфея, 5-я глава. Извините. Евангелие от Матфея, 5-я глава. Позвольте мне подтвердить то, что мы говорили. 17-й стих. Давайте начнем с него. Это слова Иисуса. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но что? Исполнить». Всем это понятно? «Исполнить или выполнить? Ибо истинно говорю вам, очевидно, что до него никто исполнить закон не смог. Поэтому он и пришел, чтобы сделать то, что все остальные были сделать неспособны. Хорошо, дальше. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Опять-таки, пока все не будет исполнено». Иисус наш чемпион. Аминь. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, то малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. «И снова он обращается к евреям, находящимся под законом». Вы видите, как эти слова могут испортить жизнь людям, если не понимать, что обращены они к людям, находящимся под законом. 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы видите, как он говорит евреям, которые под законом. «Потому что моя праведность — по вере». 21 стих. «Вы слышали, что сказано древним, «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». 22-й. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». «Кто же скажет брату своему урока, подлежит Снедриону, а кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной». «Опять-таки, Иисус говорит людям, находящимся под законом, «если мы применим сказанное к своей жизни, то у нас уже проблемы». «Особенно с называнием людей безумными». 23 стих. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой преджертвенникам, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не верли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». 27. Вы слышали, что сказано древним? «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Обратите внимание на то, что он сказал здесь. Он сказал, «Вы слышали? Не прелюбодействуй». А я говорю вам, если посмотрите на женщину с плохими мыслями, вы уже совершили прелюбодеяние. Вы можете себе представить, какого количества людей это касается. Они скажут, «Как я могу контролировать мысли в своем разуме?» Только одна мысль, и все? Иисус говорит людям, находящимся под законом, и показывает им, что для них невозможно исполнить все эти постановления в духе закона. Они слышали, «Не прелюбодействуй». Однако, истинный дух закона, если ты посмотришь на женщину неправильно, с неправильными мыслями в своем сердце, ты уже виновен в прелюбодеянии. Цель Иисуса — привести этих людей, находящихся под законом, к моменту, когда они признают, «Боже, сам я такое исполнить не в состоянии. Мне необходим Спаситель». Иисус продолжает. 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, сделай с ним что?» Хорошо. Если Он говорит это нам сегодня, «Не знаю, как насчет вашего правого глаза, но мой правый глаз должен был быть вырван». Обратите внимание, что дальше Он говорит не только вырвать глаз, но и бросить его от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Так что, речь идет о Баде? Речь у нас о том, чтобы вырвать глаз, выбросить его, чтобы все тело не было ввержено в ад. Часть вашего тела идет в ад, вместо того, чтобы туда шло все тело. Но остается шанс, что и все ваше тело будет ввержено в ад. Скажите, «Мне необходим спаситель». Это все равно, как в некоторых ситуациях мы говорим. «Мне нужен адвокат». «Мне необходим спаситель». «Мне необходим кто-то более великий, чем я». «У меня нет способности исполнить все это». Вот с чем тут дело. Здесь и дальше показаны эти два аспекта. Но вот в чем тут суть. Эти слова приводят к осуждению. «Но меня больше волнует проповедник в церкви, который применяет эти слова к людям, пришедшим на служение». Дальше. В 22 главе Евангелия от Матфея мы читаем. «Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твою и всем разумением твоим». «Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Я произносил замечательные проповеди по этим местам Писания, пока однажды Господь не спросил меня. «Ты любишь меня всем сердцем твоим и всею душою твоей, и всем разумением твоим?» Я подумал и сказал, «Я хотел бы...» Послушайте меня. Вот вопрос. Я не буду развивать. У нас есть соответствующий диск. Как мне толковать это? Как мне толковать вот эти слова, которые легко можно назвать жестким учением Иисуса? Или эти слова не кажутся вам жесткими? «Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее». Я должен истолковать это местописание, потому что оно очень важно. Тут сказано, «Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее». И получается, что-то не так с церковью, потому что это слова Иисуса. Если они для нас сегодня, то во время прославления вверх должны подниматься к ульти. И мы должны бы хлопать, как тюлени. Или что-то неправильно, или мы не делаем этого. И люди не отсекают себе руки, как тут сказано делать. Вы понимаете, о чем я говорю? Нам необходимо узнать, как толковать эти слова. Есть три способа истолкования слов Иисуса. Первый — толковать их буквально. Если читать и толковать эти слова буквально, то все равно проблема остается. Если мы прочтем слова пятой главы буквально и истолкуем их буквально, то проблема в том, что никто не толкует их буквально, потому что ничьи руки не отсечены. Если толковать эти слова буквально, то, как видно, никто не исполняет их, так как ничьи глаза не вырваны. Так что возможно, что буквально толкование здесь не подходит. Хорошо. Что насчет того, чтобы толковать эти слова как преувеличение? В этом случае следует сказать, Иисус не имел в виду этого всего, просто Он хотел сказать, относись к греху серьезно. Прежде всего, мне никогда не надо решать, что имел в виду Иисус. Вы понимаете, что я говорю? Он сказал то, что сказал. Дело серьезное. Речь идет о небесах и аде, об отсеченных руках и так далее. Если я скажу о словах Иисуса, что Он на самом деле не имел в виду то, что говорил, Он просто преувеличил, чтобы вы смогли увидеть, что поступаете неправильно, такое будет слишком рискованно. И это не игрушки. Но возможно, есть и третий способ истолкования. Я хочу поговорить об этом способе истолкования, использовав такую иллюстрацию. Человек идет в кинотеатр, где для просмотра фильма надо надевать специальные очки. Для просмотра фильма в формате 3D. Вы когда-нибудь были в кинотеатре, где вы надеваете очки и видите все так, как оно и должно выглядеть. Но если вы снимете очки и посмотрите на экран без них, то изображение станет искаженным, верно? Возможно, суть вот в чем. Если мы хотим понимать то, чему Иисус учил в Евангелиях, то нам обязательно надо надеть линзы Нового Завета. Потому что без этих линз все будет искажено. Но надев линзы, мы начинаем видеть все на надлежащем месте. Вот что я хочу, чтобы вы поняли сегодня. Мы не можем просто брать Библию и читать ее так, как нам вздумается. Я получаю такие письма все время. Брат Доллар, а ведь в Евангелии от Матфея написано то-то и то-то. Я хочу сказать вам, совсем скоро Бог изольет свой гнев на землю. Я это не принимаю, потому что я читаю Библию сквозь линзы Нового Завета и понимаю, что Иисус уже принял на себя весь гнев Божий. И Библия говорит, что у Бога больше нет гнева, чтобы излить его на вас, потому что весь свой гнев Он излил на тело Иисуса. Вы не все услышали, что я сказал. А есть люди, которые ждут, когда Бог изольет свой гнев на весь мир, когда Он изольет свой гнев на тело Христова, Церковь. А я говорю вам прямо сейчас во имя Иисуса, что Бог больше не гневается на нас. Иисус пришел и умер за весь мир. Он сделал спасение доступным для всех. У Него больше нет гнева, чтобы изливать его на нас. В конце времен будут происходить ужасные события, но я говорю о данном моменте. Я не буду ходить и пророчествовать. Совсем скоро Бог будет судить Соединенные Штаты Америки. Я вам говорю, Бог уже произвел суд над Соединенными Штатами Америки. И знаете, какой результат? Бог решил, что все люди, живущие в США, достойны рождения свыше и достойны принять то, что сделал для них Иисус. Некоторых людей это раздражает, потому что они только и делают, что запугивает людей. Скоро пойдешь в ад. Ну а я хочу разобраться. Может быть, люди потому и видят Писание в искаженном виде, что не смотрят на него сквозь линзы Нового Завета. А те, кто смотрит на него сквозь такие линзы, все видят в надлежащем порядке. Что, если какие-то идеи, которые в вашем разуме сегодня, результат искажения, результат того, что вы читали Писание без линз Нового Завета? Что, если вы приобрели религиозное мышление, потому что смотрели на Писание искаженным взглядом? Хорошая идея. Снова прочесть Новый Завет. И тогда, читая его сквозь эти линзы, вы все увидите в правильном свете. Вы увидите силу любви Божьей. Я даю вам иллюстрацию. Если вы будете читать послания к евреям без новозаветных линз, то можете попасть в безумную ситуацию. Вы помните, что сказано в 10 главе послания к евреям? Есть пара таких мест Писания. В 10 главе послания к евреям сказано, что если мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Послание к евреям, 10 глава, стих 20. Не остается более жертвы за грехи тех, кто грешит сознательно. откройте это место, и мы прочтем его, потому что я хочу показать вам, какой будет ваша жизнь, если вы будете читать Писание без новозаветных линз. Послание к евреям, 10 глава. Прочитайте 26 стих. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно, сознательно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Могу я быть с вами очень честным? Всю свою жизнь мне встречались самые разные толкования этого места Писания. Прежде всего, если мы сознательно грешим, и я думал, есть сознательные грехи, а есть грехи по ошибке. Вот что я вам скажу. Каждый грех — сознательный грех. Каждый грех — сознательный. Не бывает так, чтобы вы впоткнулись в грех. Вы думали о грехе и прошли весь путь до него сознательно. И дальше приходило осуждение. «Боже мой, я согрешил сознательно. Не остается больше жертвы за мой грех. Я не могу быть прощен. Все плохо. Я иду в ад, так что теперь можно делать все, что вздумается». Вы когда-нибудь думали так? А теперь наденьте новозаветные линзы и смотрите. Сознательный грех, после того, как пришла истина, для него не остаются жертвы. Иисус — это окончательная жертва за грехи. Если же вы пытаетесь получить прощение грехов через жертвы козлов и тельцов после того, как пришел Иисус, то не остается для вас жертв тельцов и козлов, потому что Иисус есть окончательная жертва за грехи. И если вы сознательно прибегаете к жертвоприношениям животных после того, как пришел Иисус, жертвы эти не приносят вам никакой пользы, потому что Иисус — единственный путь спасения. вы понимаете это? И в своем духе вы согласны с этим, потому что именно так и есть. Или же кажется, послание к Колоссинам, где говорится о страхе смерти. А, давайте опять-таки обратимся к этому месту Писания. Откроем послание к Колоссинам, чтобы вы поняли. Послание к Колоссинам, вторая глава, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Где это? Послание к Евреям, вторая глава. Так, послание к Евреям, вторая глава, пятнадцатый стих. Лучше с четырнадцатого. Давайте прочтем четырнадцатые и пятнадцатые стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он так же воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Прежде всего, тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. «Знаете, кто это?» Это евреи, бывшие под законом. Они знали, что в случае неисполнения закона их могли лишить жизни, или же они могли лишиться конечности. Писание говорит здесь, что Иисус избавил их от страха смерти, которому они были подвержены всю свою жизнь, боясь того, на что закон их уже осудил. вот что происходит из-за того, что мы не надели эти новозаветные линзы. Мы не видим ясно то, что происходит. А я говорю вам, дамы и господа, вы сможете ясно видеть то, что происходит, если у вас будет понимание о кресте, разделителе истории, об этом великом разделителе по одну сторону которого — закон, а по другую — Новый Завет. Таким образом, правильный путь — это читать Евангелие Иисуса Христа надев новозаветные линзы. Линзы, которые ясно показывают нам, это люди под законом. Иисус показывал им истинный дух закона. И Иисус предсказывал и пророчествовал о пришествии этой новой эры, о пришествии этого Нового Завета. И теперь, когда мы читаем этот Новый Завет, мы начинаем так ясно видеть то, что Иисус сделал для нас с тем, чтобы иметь право на обетование, которое Бог клятвенно обещал нам. Однако, если у нас будет такое отношение, не нужны мне никакие учителя, не нужны мне никакие проповедники. Я и сам могу читать Библию. А что, если вы читаете ее неправильно? К такому человеку обращаются люди с какой-то проблемой, а он отвечает, «А что говорит Библия?» Кто-то подходит к нему и говорит, «Брат, у меня проблема с похотью, я не хочу испытывать похоть». И вот он дает ему совет, «Брат, все, что я знаю, это то, что Библия говорит, вырви свой глаз». В таком случае, «Обязательно скажите, ну тогда ты первый». Когда я был юношей, существовали, да и сейчас существуют так называемые змеиные церкви. Один мой друг спросил меня, «Ну что, боишься?» Я сказал, «Да, боюсь». Он говорит, «Давай проверим, пойдем в эту змеиную церковь в следующее воскресенье. Если змея тебя ужалит, значит, у тебя нет веры». Я сказал, «Я не знаю точно, но чувствую, что неправильно мне идти в змеиную церковь, чтобы проверить свою веру». Я сказал, «Я не иду туда». Не пойду я ни в какую змеиную церковь. Идти туда, чтобы испытать свою веру? В Писании сказано, что у нас есть власть наступать на змеи-скорпионов, но я не позволю им определять, «Есть у меня вера или нет?» И потом была статья об этой церкви. «Вера, глупость или самонадеянность? Выбери сам». Вы слушаете, что я вам говорю? О, дамы и господа, я призываю вас перечитать Евангелие еще раз. Помните, что если вы наденете новозаветные линзы, вы увидите в Евангелиях потрясающие истины. Вы помните встречу Иисуса с женщиной у колодца, когда Он сказал то, о чем у многих людей нет понимания. Существовал закон о том, что необходимо было идти в определенное место, чтобы поклониться Богу. Но Иисус сказал, «Наступает время, когда будете поклоняться Мне в Духе истине, и вам не придется идти в это определенное место». Вы находите золотые слитки о Новом Завете во всех Евангелиях. И Иисус начинает открывать эти истины. Чем больше вы видите, как Иисус пророчески открывает вам истины о Новом Завете, тем больше вы влюбляетесь в Иисуса, который в Новом Завете предусмотрел мельчайшие детали вашей жизни. Но вот наиважнейшая деталь — Он простил вам ваши грехи. Откройте восьмую главу послания к евреям. Я хочу вам что-то показать. Я говорю вам об этом, потому что Духом Божьим знаю, что некоторые из вас проходят через трудные времена, и вы пытаетесь понять, почему вы проходите через них. А враг пытается навязать вам свои мысли и говорит вам, «Вот это ты не сделал, это сделал неправильно, вот это надо было сделать, но все это не соответствует Новому Завету». Напоминайте себе, вы можете проходить через проблемы, но не обвиняйте себя, «Вот что я наделал, или, может быть, я вот это сделал неправильно, тут я сделал недостаточно, а вот это надо было сделать еще двадцать раз. Может быть, я недостаточно читаю Библию». Вы занимаетесь самобичеванием и живете под осуждением, потому что забыли, в чем суть Нового Завета.